Спасибо вам за ваш комментарий, потому что на основании этого комментария у меня есть возможность отвечать другим, кто плюс-минус такой же ситуации, которая считает, что у них что-то отобрали, что-то отжали, что-то забрали, и они жертвы вот этой ситуации. Так размышляют всегда жертвы, а значит, позиция ребенка, значит, от меня ничего не зависит. И эта позиция, она всегда такая ущербная. Взросление человека начинается, когда он берет ответственность на себя, когда он говорит, что если это случилось, у меня у самого были причины, зачем мне это было важно. Зачем мне так было важно что-то потерять в своей жизни? Зачем мне было важно что-то потерять в своей жизни? Когда мы берем первое, что вообще начинается взросление, это взять ответственность за свою жизнь и понять, что я в ответе за все, что со мной происходит. Творю я или не творю, или творят за меня. Очень часто бывает так, что я позволяю другим творить за меня. То есть я не беру ответственность за то, чтобы созидать, чтобы творить. Тогда понятно, что другой созидает, тогда понятно, что другой предлагает свой сценарий, потому что вот этот сценарий – преследователь жертва, палач жертва. Соответственно, из вашей истории получается жена – это палач ваш, а вы – бедная, несчастная овечка, которую отобрали. На самом деле это не так. Вам хотелось бы, чтобы это выглядело вот так. И вот вы даже говорите, что всегда инициируют женщины. Я работаю с людьми, с семейными парами. Я проработала в кабинете 17 лет с семейным терапевтом. И я слышала разные истории. Когда-то инициатор муж, когда-то инициатор жена, когда-то инициатор бабушка, когда-то инициатор свекрови, когда-то инициатор тещи, когда-то инициатор дяди, когда-то инициатор, не знаю, работы, когда-то инициатор деньги. То есть сколько людей, столько истории. Поэтому тут вообще нельзя сказать, что только женщины инициируют разводы. И женщина инициирует разводы, когда есть основания для этого. Она не делает это с бухты-бракты, потому что раз, и это произошло. Поэтому, когда мы берем ответственность за свою жизнь, и из сильной головы, потому что сильная голова, она всегда будет рассказывать историю. Я не могу похудеть, потому что у меня кость большая, я не могу похудеть, потому что у меня мама была тусто, я не могу похудеть. То есть у нас на каждую историю есть истории, которые мы рассказываем. Так вот, если отодвинуть эти все истории, и все-таки заглянуть поглубже в свое подсознание и задать вопрос, а зачем мне так было важно, чтобы меня забрали недвижимость? А зачем мне так важно, чтобы я стала жертвой этой силы? А зачем мне так важно? Я понимаю, что когда мы понимаем, что мы управляем реальностью, первое, что возникает, это чувство вины. Я? Да я этого не хотела. Я? Да такого не может быть. Я? Но это не я. Да, это как в детском садике. Это он виноват. Я тут ни при чем. Но когда мы становимся честными и откровенными с собой, начинает...